В качестве второго звонка скажем следующее. Регулярно на библионале всех организаторов спрашивают, так чем читательский фестиваль, читательский форум отличается от многочисленных книжных фестивалей по всей России сейчас идущих. И книжные поезда, и книжные поляны. Наверное, на акценте. Потому что на книжном фестивале писатели подаются как дополнение к большой ярмарке, к большим продажам. Читательский фестиваль – это фестиваль, где приглашенные гости приходят читать не для того, чтобы разрекламировать книги, а для того, чтобы поговорить о том, что и как мы читаем. И мы счастливы, что первым выступающим на библионале номер 2 будет Юлия Щербинина, доктор педагогических наук, диссертация 2010 года «Гармонизация педагогического дискурса», профессор МПГУ, автор двух монографий, 11 научно-популярных книг, 10 учебников и учебных пособий, более 500 статей в научных и литературных журналах, специалист по книговедению и коммуникативным дисциплинам, речеведенье, риторика, дискорсология, автор и ведущий просветительского проекта «Фатолибрис. Судьба книг», посвященного репрезентациям книги в изобразительном искусстве. Я передаю тебе микрофон Юлии. Здравствуйте, дорогие друзья. Еще раз приветствую всех, кого еще не видела на торжественной части библионали. Я очень рада, что мы сегодня собрались здесь вечером, после рабочего дня для многих, поэтому очень признательна тем, кто выбрал время прийти сюда, пообщаться. Я расскажу вам кратко сначала о том, чем я занимаюсь, то есть о тех книгах, которые мне уже написаны и посвящены книжной культуре, для того, чтобы мотивировать переход к такой нетрадиционной, нестандартной тематике, как использование книг не по прямому назначению, как превращение книг в какие-то вторичные продукты, арт-объекты и так далее. Потому что на каждой презентации, на каждой лекции это просто неизменно возникает. А почему вы вообще этим занялись, что вас к этому привело? Поэтому я просто на этот вопрос отвечу сразу. Потом я расскажу достаточно кратко, но объемно о том, какой путь прошла книга от культового объекта, от объекта поклонения и тоже наделенных особыми статусами, особыми практиками, к каким-то уже интересным таким моделям использования, способом, форматом, которые актуальны сейчас. И посмотрим, действительно ли можно назвать это странствие, это путешествие, эту эволюцию путем от культа к кризису. То, как это заявлено на первом слайде, то, как названа сама лекция. Действительно ли книга пребывает в кризисе. После чего я представлю еще одну свою книгу, кратко, поэтическую антологию, чтобы немножко разбавить градус пафоса. И мы с вами еще можем немножечко подискутировать. Если будут какие-то вопросы, я очень люблю отвечать на вопросы, поэтому можете готовить их заранее. И потом мы с вами их обсудим вот в таком публичном формате. Итак, давайте начнем. Ну, как видите, вот этот путь показан довольно условно символически. То, что вы видите здесь, это использование книги традиционное. Я очень осторожно отношусь к какой-то периодизации эпох, поэтому буду говорить достаточно обобщенно, потому что в разных странах эти эпохи по-разному определяются культурологами, искусствоведами. Но, в общем-то, мы смело можем сказать, что от Средневековья, и включая, наверное, эпоху Возрождения, книге было преимущественно отношение традиционное. То есть книга использовалась для чего? Для чтения. И понятно, что какие-то иные практики с этим были сопряжены, но они не противоречили вот этой исходной онтологической природной сущности книги. Книги, как мы видим, относились бережно. Но мало того, что ее украшали, вот там такой каптал очень красивый есть, и иллюминировали, то есть делали очень интересные, красивые картинки, как мы бы сейчас сказали, и книгу брали через ткань или клали на специальную подушечку. А потом, в 21 веке, из книги начали делать вот такие вот штуки. Как вы видите, это энциклопедия Британика, и из нее сделана швабра. Причем настоящая швабра – это не арт-объект, это скорее обсайклинг, это вторая жизнь старым вещам, как принято говорить. То есть этой шваброй можно делать уборку. Вот как такое произошло, мы с вами сейчас и обсудим. Итак, начала я свой путь в этой теме с книги «Время библиоскопов», которая вышла в 2016 году в издательстве «Неолит». И эта книга была такой обзорной. То есть мне хотелось вообще показать, посмотреть, как относятся к книге сейчас, какие вообще существуют книжные форматы, меня это очень интересует. То есть какие трансформации претерпевает внешний облик, прежде всего, бумажной книги, о том, как взаимодействуют между собой писатели и читатели, писатели и издатели. И здесь я уже выступала как практикующий одно время литературный агент и достаточно близкий знакомых многих современных авторов, пишущих здесь и сейчас в России. И взаимодействие читателя, писателя и литературного критика. Но это отдельная вообще тема, болезненная, но тем не менее она тоже отражена в этой книге. Книга остро-полемическая. И, конечно, выражаясь современным молодежным сленгом, мне за нее прилетело. Очень много и очень разнообразно. Потому что людей всегда не устраивает, когда кто-то пишет с каким-то эмоциональным посылом, энергично, тогда и бодро демонстрируя некие интеллектуальные мускулы. А людям, наверное, может быть нужно что-то другое, более сглаженное. Но тем не менее была полемика. И потом я начала вести такую небольшую рубрику на сайте Горький или Горький медиа, как мы его называем, о книгах в живописи, образ книги в изобразительном искусстве. То есть мне показалось, что это интересная проблематика, потому что историю книжной культуры, ее эволюцию, эволюцию внешней формы, эволюцию каких-то жанров, того, как книгу создавали, оформляли, украшали и так далее. Очень интересно посмотреть сквозь призму живописи. И ко мне обратились представители издательства АСТ и предложили написать вот эту книжечку, которую видите на слайде справа. «Видимая, невидимая живопись. Книги на картинах». О том, как изображали книгу разные художники. Какие темы, сюжеты, образы книг мы можем видеть в российской и европейской живописи. Но тоже примерно с эпохи Возрождения и до конца, во всяком случае, точно до конца 19-го столетия. И вот так вот медленно-медленно двигаясь, набирая материал, приращивая знания, я пришла уже к той книге, которую я с гордостью и одновременно с трепетом, и таким в общем волнением представляю вам сейчас. Книга «Как иллюзия» издательства Alpina Nonfiction, тайники, лжебиблиотеки, арт-объекты. Это уже именно о том, может быть, завершающем этапе эволюции книжной культуры, когда книга действительно уже перестает выполнять свое исходное предназначение. И из транслятора содержание носителя какой-то информации превращается в вещицу, в какую-то вещицу, и в том числе вещицу неподлинную. Это может быть муляж, это может быть то, что мы называем лжебиблиотекой, я потом раскрою это понятие. В общем, это уже не настоящая книга. И фактически вот это вот мое исследование, есть некий ответ на вопрос, уже довольно-таки философский. В какой момент подлинник становится менее значимым, менее статусным, чем копия? Почему сейчас это актуально? Не только применить на книжной культуре, но и в целом, в мире. Потому что любая из тех тем, которые я затрагиваю в книге как «Иллюзии», апеллирует к политическим процессам, экономическим трансформациям, к культурным преобразованиям европейской культуры. Итак, начнем наше путешествие. Итак, как я уже сказала, эпоха Возрождения. Ну и дальше уже там постепенно-постепенно движемся к эпохе Барокко. Книга традиционна. Любая, конечно, подобная картина нагружена символическими смыслами. Сейчас, естественно, я в обзорной лекции не буду комментировать подробно эти полотна. Более того, я даже не буду зачастую называть художников, потому что все равно вы видите их на экране. Я понимаю, что далеко не всем живопись как такова интересна здесь присутствующим. Но вот здесь мы видим с вами тот пример, когда книги демонстрируются всяческое уважение и почет. Перчатка, они просто пальцами берут книгу, такая специальная наволочка тканевая для того, чтобы не запачкать переплет, и книги относятся трепетно. Ясное дело, что это все нагружено какими-то религиозными, символическими и прочими смыслами. То есть не просто перед нами некая книга, а можно говорить о ней совершенно в таком уже библейском, евангельском контексте. Но мы все равно можем изучать, например, что? Что может изучать переплетчик или искусствовед? Он может изучать материал, способ переплета, украшения и так далее. Понятно, что если мы говорим о книгливой традиционном использовании, как книга, которая имеет определенную нагрузку в культуре, то мы можем говорить о каких-то смежных практиках, которые книгу сопровождают. Одна из таких практик – это книгодарение. И, между прочим, 14 февраля, когда мы поздравляем друг друга с Днем влюбленных, мы не должны забывать, друзья, о том, что это день международный, день книгодарения. И вот мы здесь видим, что какое-то событие важное, значимое для жизни страны или, допустим, для жизни определенного народа в определенный исторический период. И книга как некий такой подносной экземпляр, как высший дар. Не только какие-то иные предметы, но подарить книгу – это очень статусно. Либо это какие-то переводные источники, либо это просто какие-то очень богато декорированные фолианты. И здесь мы видим, что книги относятся трепетно и очень горячо, не только потому, что это духовный какой-то объект, но это дорого стоит. Книги стоили очень-очень дорого, и согласно разным источникам, для того, чтобы сделать такой качественный фолиант из пергамена, из кожи, надо было небольшое стадо теляток угробить на это. И цена, например, еще в другом эквиваленте, такой скромный средневековый замок. Как мы бы сейчас сказали, такой приличный таунхаус. И всего лишь одна какая-то книга. То есть это был еще и также дорогой подарок. Поэтому говорить об утилитарном отношении книги мы можем уже начиная с раннего периода, но все равно эта утилитарность отличается от современного отношения. Еще примеры, когда мы видим, что книгу вручают каким-то знатным господам, королям, другим всяким значимым лицам, как подарок. И это, как я уже сказала, все равно относится к традиционному отношению, несмотря на то, что эту книгу могут никогда не читать. Она займет место в какой-нибудь там королевской библиотеке, будет пылиться в шкафу, и никто никогда ее не откроет. Но все равно здесь мы видим отношения совершенно традиционные. Еще один очень любопытный пример, который относится, в общем, к тому же приблизительно к периоду. Вот эпизод, сюжет. Ордалия или Суд божий. Испытание огнем для установления истины. Такой очень известный сюжет в культуре. И не только какие-то там разнообразные предметы использовали для установления истины и проверки подлинности каких-то фактов, но в том числе и книги. Здесь мы видим знаменитое полотно Педера Беругета «Испытание огнем» и святой Доминик Альбегойц, того же художника. Смотрим, что возник некий спор между святым Домиником и сектой альбегойцев. Тогда их уже считали сектой. Кто прав? И бросили в огонь книгу альбегойскую. Альбегойская вера, естественно, она сгорела. А книга Доминика, книга христианской веры, что сделала? Выспарила над огнем. И вот мы видим, как она просто парит в воздухе. И в каждом из этих эпизодов по-разному представлен этот сюжет. Казалось бы, да, совершенно здесь книга используется не по прямому назначению, но все равно это апеллирует к ее содержательной стороне, к тому содержанию, к тому тексту, который в ней заключен. И вот здесь даже мы можем разглядеть что-то на страницах. На самом деле это условно. Я сразу забегая вперед скажу, что большинство художников не утруждали себя изображать, воспроизводить какой-то реальный текст, а просто делали такие вот условные значки. Но тем не менее, это отсылка к тому, что книга действительно заполнена какими-то буквами, словами и предложениями. Еще один пример. Мне просто очень нравится проповедь Святого Доминика и чудо с книгой из той же серии. Такая маленькая книжечка. И как будто бы ничего не происходит, и только-только сейчас присутствующие при этом таинстве увидят действительно силу этой книги. Вот как это выглядело в интерпретации «Врабиат Анжелика». Дальше. Движемся дальше уже по хронологии. Постепенно наступает эпоха печати. Это еще не такая эпоха печати, когда книги штампуются и появляется понятие «тираж». Но книг уже достаточно много. В общем-то много. Естественно, они конкурируют с рукописными книгами, это понятно. Но уже возникает постепенно такое отношение, которое мы можем назвать неким скепсисом, сомнением в безусловной власти книги. Книга постепенно становится невсевластной и невсесильной. Почему? Ну потому что чем больше книг, тем больше лжи, тем больше мнений. Книга, получается, может лгать. У священного писания появляются некие конкуренты, и не всегда это всем нравится. И вот здесь у Босха в «Операции глупости» очень известное живописное полотно. Мы видим совершенно странную, невообразимую деталь, при изучении которой искусствоведы теряются в догадках. И я в своей книге подробно разбираю этот сюжет. Я пытаюсь собрать в едино разные точки зрения, найти какие-то интерпретации, почему у одного из персонажей этой книги, даже мы затрудняемся его идентифицировать, монахини это или еще какой-то персонаж, почему книга на голове. Но вот одно из объяснений, которое я не считаю исчерпывающим, но которое имеет право на существование, место книгам в головах, то есть в духовном смысле, в таком переносном смысле, как бы знания, какое-то образование, интеллект, какие-то факты, которые мы усваиваем в процессе чтения. Если книга на голове, это неестественно. Поэтому тут уже этот сюжет приобретает такой назидательный, дидактический и прочий контекст. Но это лишь одна из интерпретаций, которой придерживаются далеко не все исследователи. И что мне удалось найти? Я никогда до этого не находила параллели и аналоги. В другом полотне Босха, знаменитом Саду земных наслаждений, мы тоже видим очень похожую книгу в красной кожаной обложке на голове у какого-то чудовища. И возможно, даже это некий подмалевок, потому что она так вот немного прозрачно, как мы бы сейчас сказали, изображена, как будто бы ее нанесли либо впоследствии, либо это какое-то было исправление, допущенное художником. Что здесь делает книга? Вот пока что мне не удалось разыскать информации о том, для чего Босха использует вот такой странный, достаточно нетипичный образ. Но тем не менее это наталкивает на мысль о том, что что-то происходит странное, ненормальное и непривычное. Еще интересный сюжет. «Грехопадение, изгнание из рая». Ну, об этой картине вообще можно прочитать, друзья, отдельную лекцию. Но здесь мы видим потрясающую вещь. Вот на этот образ обратил мое внимание один из искусствоведов, за что я очень признательна. Ну, я бы так смотрела, смотрела, я бы тут вообще не увидела книгу. А вот в увеличенном фрагменте вы видите. Книга, ну, это условно Библия, условно, потому что, в общем, это не названо напрямую, в животе у такого, в общем, явно неприятного существа. И что это значит? Книга уже помещается в какой-то контекст сатирический, скорее всего, это религиозная сатира, точнее, скорее всего, а точная. И я об этом тоже рассказываю. Хотя, например, вот этой картины нет в книге. И я обычно на лекциях пытаюсь представить такой материал, чтобы было что-то уже сверх написанного, и такой материал появляется постоянно. И, опять-таки, упоминая процесс работы над книгой как иллюзии, могу сказать, что она создавалась в тесном сотрудничестве с галеристами, музейщиками, переплетчиками, аукционистами и так далее, европейскими, которые очень большую помощь оказали в подборе материала и консультировании. Но вот даже с ними мы не нашли вот этот сюжет, и потом уже нашли его, когда книга была завершена. Абсолютно нетипичное использование книги, помещение в такой контекст очень-очень странный. Но это уже 1529 год. Это уже движение в ту сторону, о которой мы сейчас будем все больше и больше с вами говорить. И, разумеется, в ранний период книги было отношение утилитарное в другую сторону. То есть, с одной стороны, она могла быть подарком, она могла быть неким инструментом какой-то социальной власти, влияния, какого-то, скажем, символического обмена, культурного обмена, но могла использоваться абсолютно как сырье, как материал. Пищематериал, как мы знаем, был дорог, но кожу выделать хорошую и ее как-то обработать сложно. Если написанное утрачивало свою актуальность или, предположим, книга приходила в негодность, допустим, из-за каких-то погодных условий текст размывался, портился, то происходило нечто, что сейчас мы называем полимсест. Полимсест – это рукопись на пергамени, которая подвергся очистке от ранее написанного, и текст был нанесен повторно. Вот сейчас с помощью специального оборудования, уже высокотехнологичного, можно обнаружить вот эти слои, написанного прежде, да, и зачастую это был не один, не два слоя, а там и пять, и шесть находят. Но для нас с вами актуально другое, что, в общем-то, такие кусочки кожи, которые когда-то были книгами, могли становиться элементами одежды. Ну а что добру пропадать, да? Это вот такой апсайклинг образца 13-го столетия. Вот эту жилеточку, как говорят нам искусствоведы, носили монахи где-то. И, кстати, вот именно этим артефактам недавно была посвящена в Голландии такая большая научная конференция, потому что эти артефакты были обнаружены недавно, ибо сверху, снаружи эти тексты были обтянуты тканью, то есть это был нормальный жилетик такой красивенький, вполне носибельный, а потом только вот этот текст удалось обнаружить. Или митроепископа. Как вы думаете, что за тексты нанесены? Высокопоставленное духовное лицо, что носило на голове во время? А вот и нетушки. А это были любовные, фривольные стихи. И знал ли, знал ли этот человек, что у него на голове в момент богослужения? Ну, это уже такая постмодернистская, наверное, ирония. Но здесь мы ни в коем случае не видим какого-то пренебрежительного, неуважительного или какого-то там хамского, кощунственного и прочего отношения к книге. Это не вандализм. Это просто как раз-таки вот такое утилитарное отношение. Более того, можно добавить к этому, что для реставрации книг использовались материалы, сырье ранее созданных книг, уже пришедших в негодность. То есть при реставрации такие происходили вещи. И тем не менее, это все равно отношение к книге достаточно еще традиционное. Ну, просто может быть несколько уже неприятное для современных библиофилов, тех, которые коллекционируют такие вещи или занимаются их реставрацией. Но время не стоит на месте. И появляется такой артефакт, такой уникальный феномен, как мессальные картины. Вот что такое мессальная картина? Это, собственно, не картина в своем роде, а это, я бы сказала, портрет книги. Где-то уже в первой половине 16-го столетия появляются вот такие вот картины, написанные на деревянных панелях. То есть это просто фактически кусок дерева. На глухом черном фоне очень реалистично, очень подробно, очень детально изображена книга. Собственно, мессал. Отсюда название мессальной картины. Мессал – книга для богослужений. И вот спрашивается, для чего было создавать такие картины? Ведь они не могли как раз-таки служить подарком, их никто никому не дарил, как, в общем, уверяют нас ученые. Тогда зачем? Вот таких артефактов обнаружено где-то два десятка с небольшим. Они очень похожи, просто иногда полное совпадение, хотя обнаружены в разных концах Европы, и даже их затрудняются атрибутировать. Да, ну, пишут, там, неизвестный мастер такой-то школы или там какой-нибудь автор, художник, который, собственно, ну, неизвестно, писал он эту картину или нет. Ну, существует несколько версий. Первая версия, что это был такой атрибут для усиления молитвенной обстановки, что, дескать, такие мессалы нарисованные, раскладывали на аналой или где-то в пространстве собора, храма для того, чтобы создать некий антураж. Ну, тем более мы знаем, что было еще очень много неграмотных людей, для которых вообще любая книга, это была диковина, иллюзия. И, в общем-то, где муляж, где настоящая книга, не сильно-то отличали. И плюс для защиты от кражи, потому что вор, он же, в общем, не искушен визуально, у него же нет смартфона, и он просто поначалу не отличит настоящее от нарисованного, он быстро куда-то вбегает, заходит, хватает перепопавшийся, а раз, это как буратино, на холсте нарисован очаг и пылающий под ним огонь. И есть еще одна версия, что это были такие наглядные модели, например, для иллюминаторов, которые отрабатывали мастерство создания миниатюр в манускриптах. Это могли быть наглядные пособия и торговые образцы для лесозаготовителей, и для специалистов по лакам, краскам, то есть просто демонстрационные образцы, как ляжет краска, как ляжет лак, как будут размещены какие-то элементы декора. И еще другие, конечно, точки зрения, которые я рассматриваю в книге. Но вот здесь мы видим уже принципиально другой подход. Мы видим как бы такое удвоение, что есть книга настоящая, а есть очень на нее похожая, просто дословно воспроизведенная, очень реалистичная. Но книга не настоящая. Это уже такой прообраз муляжа. И дальше, собственно, так мы перескакиваем уже в эпоху барокко. Там раннее барокко, позднее, оно где-то было, где-то вообще там толком не было, как говорят ученые. Но суть в том, что меняется принципиально отношение к жизни, не только к книге, отношение к миру. И на смену вот такому празднику, витальности ренессансной приходит барочный скепсис. Что это значит? Что если раньше был тезис о том, что самое совершенное творение человека, самое совершенное творение Бога – это человек, а самое совершенное творение человека – это книга, то в эпоху барокко этот тезис подвергается некоторому сомнению, потому что книга утрачивает власть над умами. Книг много, опять же, вступают в полемику какие-то точки зрения, позиции, подходы и так далее. Книги могут обманывать, книги могут конкурировать друг с другом, а главное, они не дают вот такого глобального утешения, они уже не спасают. И вот эта идея бренности бытия, идея конечности жизни, идея завершения, неизбежности завершения земного пути пронизывает эпоху барокко. И принципиально меняется отношение к книге. Сейчас посмотрим, как. Просто кратко прокомментирую сюжет. Демокрит и Гераклит древнегреческие философы. Один плачет над несовершенствами, грехами и пороками этого мира, а другой смехается над ними же. И вот они здесь в таком раздумье склонились над раскрытым фолиантом. Но, что здесь уникально, больше не находило никаких подобных картин, хотя Демокрит и Гераклит это очень устойчивый такой сюжет, распространенный в живописи. Сгрудившиеся на развороте книги фигурки людей жалкие, ничтожные, даже там плохо прорисованные, и вот они уже готовы упасть куда-то, вниз, зачем-то, что они там делают и как. Это уже вот такой вот скепсис. И книга уже не выдерживает, она уже не может быть такой кариатиды культуры, который выдерживает весь массив знания. И фактически человеческое знание ничто перед божественным всеведением. И дальше мы видим, что появляются какие-то произведения изобразительного искусства, в частности какие-то живописные полотна, где мы видим такое понятие как библиофер. Само понятие библиофер понятно сформировалось где-то в конце XIX века, не раньше, но мы его можем применить вполне к персонажу, который изображен на полотне. Библиофер это человек, который использует книги не для чтения, а для чего-то иного. Для чего же? Вот пришел человек отдохнуть после трудов праведных, после тяжелого, наверное, рабочего дня, выкурить трубочку. Куда он стряхивает пепел? На страничку вырванную, ну или может быть выпавшую, я предпочитаю думать, что выпавшую, из книги. Вот такой сюжет был абсолютно невозможен в эпоху Ренессанса. А что случилось? В презентации? На стоп нажала? А куда надо нажать? Прошу прощения сейчас. Вот. Он стряхивает пепел на книгу. То есть такой сюжет, повторюсь, был невозможен раньше. И тут мы видим уже какое-то принципиально иное отношение к тому, что раньше было святым, неприкосновенным и культовым. Причем неважно, это священное писание или это уже какая-то светская книга, разные могут быть здесь варианты. Вот этот натюрморт буквально недавно я откопала в Эрмитаже. Вот просто так шла, ну точнее, конечно, внимательно осматривала экспозицию, вдруг обнаруживают такой натюрморт. И понятно, что тут то же самое. Та же трубка уже просто погасшая, остывшая и скомканный листочек. Ну, возможно, это альманах, потому что так называемые альманахи были практически в каждой протестантской семье. Это не только календарь, ежегодник, это какие-то советы, это какие-то астрологические прогнозы, какие-то политические обзоры, но тем не менее это книга, и вот ее раздергали на листы и превратили в пепельницу. Еще пример. Ну, разумеется, вот такие вот завтраки, это жанр голландского натюрморта, который, поджанр, который получил условное название завтраки. Вот здесь каждая деталь символически нагружена. Зачастую, если эти детали прочитать правильно, а современникам художников были понятны эти детали, то, например, складываются они в какую-нибудь евангельскую цитату или какую-нибудь, не знаю, цитату из Экклезиаста. Мементо море может быть цитата еще из каких-то более древних источников. То есть, вот каждый предмет символически нагружен. И об этом написано очень много об этих натюрмортах, но что здесь интересно нам, если мы изучаем альтернативную историю книги? Мы видим здесь в увеличенном фрагменте опять-таки листочек это уже точно из альманаха с крученной трубочкой и служащей декором, потому что все равно для непосвященного зрителя, стороннего зрителя, неискушенного зрителя, не очень грамотного зрителя. Это просто изображение продуктов, блюд и посуды. И вот эта вот трубочка служит таким вот декором, не знаю, салфеточкой для оформления блюда. Вот это тоже совершенно уникальный момент, который, как правило, не комментируется. То есть, очень много можно встретить комментариев подобных картин, но, как правило, европейские же искусствоведы их и анализируют. Но вот что касается таких артефактов, присутствия элементов книг, то очень мало, то есть буквально осколочные сведения, которые приходится собирать буквально по крупицам. Это вот что касается живописи. А дальше возникает совершенно удивительная метаморфоза. Возникает понятие именно в эпоху барокко, которое уже в современном искусствоведении европейском получает название книжные ловушки, книжные приманки, книжные аттракционы, книгоподобные диковины. Ловушки, приманки это французы и немцы так, в общем, зачастую называют книгоподобные диковины, это англоязычные какие-то ученые. Почему они называются ловушки, приманки и аттракционы, и какое отношение это имеет к книгам? Появляются такие книгоподобные предметы, то есть фактически муляжи книг, которые используются для демонстрации каких-то коллекций или для хранения каких-то совершенно посторонних предметов. И мы видим, что вот эта метафора книга как носитель, накопитель информации, как нечто имеющее содержание приобретает совершенно другой смысл, потому что начинкой таких муляжей становятся например монеты. Вот перед вами знаменитый амстердамский антиквар и нумизмат, который таким горделивым нарочитым жестом предлагает полюбоваться своей коллекцией старинных монет. И вот мы видим достаточно мастерски сделанный книжный аттракцион и еще один закрытый в виде тоже. То есть он пошел к мастеру, он заказал эту штуковину для того, чтобы например поставить ее в свою библиотеку на полку среди настоящих книг. И дальше мог быть в прямом смысле аттракцион. Приходит к этому горлиусу какой-нибудь посетитель, визитер, гость, хватит книгу, вытаскивает это муляж. Вот как он отреагирует? То есть тем самым можно проверить быстроту реакции, остроумие, наличие чувства юмора или в принципе допустим сделать такой жест, такой, как мы бы сейчас уже сказали, элемент перформанса поводом для начала светской беседы, какого-то разговора. Вот собственно почему называли аттракционами. Достаточно редкая гравюра, уникальная в своем роде, а вот как это выглядело в реальности. Самый такой простой пример книга для хранения других книг. То, что маленькая это настоящие книги и из корпуса священного писания, и по истории Нидерландов, и по естественным наукам в подарок в честь рождения какого-то венциносного наследника. Я в своей книге подробно этот артефакт описываю. А собственно подносной коробкой, подарочной коробкой для него служит искусственный фолиант, фейковый, как мы бы сейчас сказали, муляж. Он снаружи обтянут кожей, а внутри атласом. То есть книга, в которой хранятся другие книги. Почему? Потому что например именинник или какой-то одариваемый неважно открывает и думает, что там текст, что он там увидит буквы, а он там увидит другие книги. В этом вот весь фокус. Или так называемые книги-аптечки. По-другому их еще называли ядовитые аптечки, потому что в таких муляжах очень часто хранили яды и лекарства. Как мы знаем с вами разница между ядом и лекарством в дозировке. Что это такое? Это снаружи очень похожее на книгу изделие, как правило изготовленное в штучном единичном экземпляре. И внутри могли быть как просто ячейки, так и в более сложных вариантах выдвижные ящички для хранения всевозможных вещей. Это могла быть какая-то секретная допустим переписка, которую нужно было спрятать от посторонних глаз. Или какая-то тайная документация. Или например это могли быть какие-то образцы минералов, растений, а также очень были популярны специи, которые привозили из заморских стран. Специи как мы знаем стоили дорого. Это могли быть лекарственные травы и так далее. Самые разные ингредиенты могли содержаться. И снаружи это имитировало фолиант, а внутри хранилось совершенно что-то другое. Вот таких артефактов из так называемой веймарской коллекции в библиотеке герцогини Анны Амалии сохранилось тоже где-то около двух десятков. Их не так давно обнародовали, оцифровали, и можно их по крайней мере на музейных сайтах и специализированных каталогах увидеть и каким-то образом их уже анализируют, описывают и проводят форумы, научные семинары и так далее. Еще просто пример книги аптечки, такой, я бы сказала, более простой. То есть здесь мы уже видим такие просто ячейки, заполненные определенным каким-то содержимым. Вот об этих книгах, таких муляжах отдельная глава моей книги как иллюзии. Это был именно аттракцион, интеллектуальный аттракцион. Это могло быть, например, розыгрышем, это могло быть тем же подарком, но с определенным подтекстом, это могло быть какой-то интеллектуальной викториной, игрой наподобие карт, нарт. То есть тут уже изощрялся кто как мог, и вот эти практики я сочла необходимым обобщить и систематизировать в своей книге. А дальше мы уже из эпохи барокко плавно перепрыгиваем или резко перепрыгиваем в эпоху просвещения. Понятно, что это тоже очень условная периодизация, но это уже век конец 17-18. И возникает еще один феномен, который получает обобщенное название библиобар или ликерная библия. Почему ликерная, почему библия? Потому что в таких муляжах книг хранили спиртные напитки и различные аксессуары. штофы, бокалы, рюмки, стопки, какие-то принадлежности для возлияния и так далее. Понятно, почему ликерная. Почему библия? А потому что чаще всего основой, на основе чего делался такой артефакт, была именно библия. Почему? Потому что библию никто не заподозрит в грехе. У библии абсолютное культурное алиби. Библия не может содержать чего-то недозволенного. То есть вот это уже не барочный скепсис, это уже просветительская ирония. Над чем? Над человеческим сознанием, над попыткой объять мир, охватить его своей мыслью, охватить его неким единым взором. Это недостижимо. И даже библия уже утрачивает авторитет. Но понятно, что не глобально. Понятно, что только в отдельных каких-то локусах, в отдельных умах это происходит. Понятно, что сейчас мы такие артефакты назовем, наверное, обращиками китча. Но тогда это было очень модно и очень популярно. Таких изделий изготавливалось великое множество. Они уже в какой-то момент были поставлены на поток и в 19-м столетии производились промышленным способом. Вот здесь вы видите несколько примеров. Вот здесь мы видим библиобар даже с конкретным названием Геота. И вот там очень аккуратно упакованы штофики и бокальчики. Но что же мы видим справа? Мы видим что-то очень похожее, но есть какое-то принципиальное отличие, сущностное отличие, потому что слева мы видим муляж, а справа мы видим настоящую книгу, готовую, печатную книгу, экземпляр, превращенную в библиобар. Книга для вечеринок была издана или создана в 1928 году, а бар сделан около 1870 года. И книга для вечеринок тоже игровое название. Что мы здесь видим? Настоящая книга превращена в библиобар. И это уже совершенно другая история. Об этом тоже отдельная глава книги как иллюзия. Вот здесь мы видим примеры те же самые, но только с другими книгами. Вот такие примеры обобщенно получили название секрет-буки, потому что действительно в них могли хранить что-то такое, типа оружия, или, например, что-то секретное, тайное, и так далее. А с другой стороны, они в английском искусствоведении, в англоязычном точнее, получили название пустотелые выхолощенные книги. То есть смотрите, уже те книги, которые непригодны для чтения. Из них изымался книжный блок полностью или частично. Вот тут кокетливо решили оставить несколько страничек в псалтире. Дальше изготавливался так называемый ложемент, то есть углубление по форме тех предметов, которые надо было туда внутрь поместить. Очень модно было оклеивать мраморной или по-другому марморированной бумагой в тот период. И вот готов тайник. Вот тут такой тоже самодельный тайничок, незатейливый уже начало 19 века. И бог весь, что в нем хранили. Если у вас есть фантазия, приложите ее к этому артефакту и подумайте, что там можно хранить. В общем, все что угодно. Например, можно хранить какие-то выкройки, можно хранить газетные вырезки, можно хранить локоны детей и любимых женщин, а также зубы, например, выпавшие. Можно хранить кружева, образцы тканей, можно хранить пуговицы, а можно хранить какую-то кибану, засушенные листья, гербарии, все что угодно. То есть много-много-много всего. И вот все, что можно хранить, я пытаюсь систематизировать в своей книге. Прямо причисляю, что там можно было обнаружить, что обнаруживали исследователи в таких тайничках. А дальше апофеоз. Это называется просто гвоздь программы. Обычно это просто производит неизгладимые впечатления, особенно тех, кто не видел этого в книге. Когда был фестиваль Красная площадь в Москве, там погода была плохая, народу мало, но по громкой связи шла трансляция. И вот когда я стала показывать книжные туалеты, народ повалил валом и заполнил просто весь зал. То есть все, кто проходил мимо, не проходите мимо, они приходили в мой павильон. Книжный туалет, это, друзья, не какой-то отдельный артефакт, единичный, штучный, что кто-то пошутил, или, как мы бы сейчас сказали, создал такой прикол, как из магазинчиков приколов. Нет, это достаточно такой прослеживаемый артефакт в культуре, это такой набор предметов, скажем так, то есть они изготавливались на протяжении определенного периода, но приблизительно с середины 18-го и до, наверное, там годов 70-х, 19-го века. Это, по сути дела, уже такая дискредитация книги с точки зрения ее содержания и превращения в стульчак. Причем у искусствоведов нет единого мнения, настоящие ли книги использовались для таких целей, или это были исключительно муляжи. Вот слева можно предположить, что все-таки это муляж, судя по тому, как это выглядит внешне, и такие ровненькие, одинаковые томики тут представлены, а вот здесь вот конкретно про этот арт-объект я читала, но сейчас он уже точный арт-объект, это, возможно, настоящая книга. Использовался ли по прямому назначению этот предмет история умалчивает, но явно изготовитель или заказчик был шутником, потому что история Нижних Зимей, там Нидерланды, и плюс намек на то, как это можно использовать уже в таком вторичном виде. Еще пример туалет судебной палаты хофф-камеры, здание XVIII века в Бельгии, вот здесь вот, пожалуйста, с одной стороны такая мини-библиотека с настоящими книгами, и из книг-муляжей изготовлено собственно вот то, что вы видите на слайде. И опять-таки, ну, это такое, может быть, знаете, такая развлекуха для туристов, туристам это нравится, и многие, конечно, хотят фотографироваться на фоне вот такого вот не знаю чего, наверное, инсталляции это можно назвать, но тем не менее, опять-таки, вот вам реальный пример уже, так сказать, в декоре, в антураже мы здесь можем наблюдать. Между прочим, хофф-камеру с этим туалетом демонстрирую впервые вам. Ранее на лексах этот материал не демонстрировался, так что можете заснять. Дальше, очень кратко, буквально, в двух словах я упомяну еще другие практики. Мы с вами видели что? Мы видели произведения изобразительного искусства в таком традиционном виде, картины маслом на холсте или на дереве, и мы видели объемные арт-объекты, трехмерные, что еще было популярно, что было в моде тоже приблизительно в веке 18-м, а было модно коллекционировать отдельные страницы из книг, потому что целиком какую-то древнюю книжку купить было дорого или просто сложно очень ее достать. Были специальные люди, которые просто шныряли по всем лавкам, ездили по разным городам и для богатых заказчиков скупали как отдельные страницы из книг, так и целые книги, ну и раннепечатные, и еще даже рукописные и так далее. Ну и вошло в моду то, что получило название натюрморт Кводлибет. Кводлибет. Вот у нас слово Кводлибет даже не каждый искусствовед знает вообще, что это за ругательство. Изначально Кводлибет это латинское слово в дословном переводе все, что захочется, все, что понравится. В переносном смысле так изначально называли какие-то перечни предметов, носившие комический характер. А потом Кводлибет стал названием поджанр натюрморта, который представляет какие-то предметы на гладкой поверхности, условной деревянной доске, потому что эта доска тоже нарисована, она написана красками, она не настоящая. И на нее накладывались якобы в произвольном, якобы в хаотическом порядке, причем друг на друга наслаивались, в том и был фокус, разные плоскостные предметы. Это могли быть географические карты, игральные карты, газетные страницы, страницы книг, какие-то фрагменты писем, какие-то вырванные или выпавшие гравюры, какие-то там дешевые ярмарочные картинки, ну и плюс какой-то там дополнительный декор. Вот тут мы видим, например, замок какой-то амбарный. Для чего? Для того, чтобы спровоцировать зрителя на какую-то реакцию. То есть это тоже был определенного рода аттракцион. То есть хочется как бы вот отодвинуть какую-то страничку и посмотреть, что же написано на каком-то листе, который эта страничка закрывает. То есть зачастую можно было составить такое целое послание, такой, как бы мы сейчас сказали, гипертекст. И в это было интересно играть, потому что заказчик был волен предложить мастеру сделать любую произвольную композицию таких вот предметов. И это было очень интересно. Некоторые таким образом увековечивали свои коллекции. Ну допустим, они опасались кражи или допустим, им все время хотелось лицезреть свою находку, например, рабочим письменным столом. Вот заказывался такой натюрморт. Есть даже атрибутированный, как принадлежащий кисти русского мастера, в чем я очень сомневаюсь. Ну, несмотря на то, что написано по-русски библиотека, не факт, что это русский художник, потому что у нас еще в 1783 году не была живопись такая концептуально крутая, если честно. Поэтому, скорее всего, это европейский живописец, который просто работал по заказу. То есть кто-то ему заказал из каких-то прогрессивных и продвинутых наших граждан. Вот такой тоже Квадлибет. Тут не написано, что это Квадлибет, но по жанру это он. И тут возникает тоже удивительная метаморфоза. А зачем, друзья, вообще рисовать, целиком стараться, краску тратить, силы тратить? Вообще зачем? Если можно взять и что сделать? Эту самую страничку просто поклеить, а того, что не хватает, дорисовать. И появляются Квадлибеты уже к концу 18-19 столетию в смешанной технике. То есть частично написаны красками и частично это калаш. И туда попадают даже такие очень интересные вещи, как лист из антифонария, религиозные книги. Это вот то, что мы видим слева на слайде. К сожалению, вот эта фотопечать не позволяет передать всего колорита и уникальности изображения, но это действительно смешанная техника. И это совершенно удивительно. То есть книга теперь уже вообще утратила не только содержательный характер, она утратила некую цельность и целостность. То есть она уже не только нечитабельна, но она и нецельна. Она существует как набор разрозненных элементов. И это совершенно уникальная ситуация в культуре. Как это происходит и опять-таки с какими событиями культурной, политической, экономической жизни Европы это связано, я подробно описываю. И дальше, о чем мы еще не поговорили, о мебели. А мебель это уже что? Это XIX век, прежде всего. Это викторианская Англия. И надо сказать, что англичане были большими искусниками и большими мастерами на всякие такие книжные проделки. Надо сказать, что в Англии было очень много маститых библиофилов, очень таких серьезных, очень увлеченных и очень профессиональных. Было очень много прекраснейших, богатейших частных коллекций. Но именно викторианскую Англию расцветают вот эти практики совершенно причудливые использование книг не по назначению. И муляжей, и вот этих разрозненных листов, и превращение книг уже в какие-то вторичные объекты, которые мы еще дальше посмотрим, вот мы обязаны и этим викторианцам. Если вы читаете какую-то литературу данной страны и данного периода, начиная даже от Диккенса, Бронте, кто там еще у нас, ну много, у меня просто в книге сделана целая подборка из романов, цитаты из художественной литературы, где описаны вот эти практики. Тот же Диккенс, мы знаем его как знаменитого романиста викторианского, но он сделал у себя дома лжебиблиотеку. Он заказал такие вот очень искусные изготовленные корешки несуществующих книг с несуществующими названиями, несуществующих авторов, но очень злоедко и классно пародирующих его современников, писателей, с которыми он был в контрах, а также литературных критиков, которые его ругали в прессе. И более того, ходили слухи, но это недостоверно, что это была не просто лжебиблиотека, но и одновременно тайник, что, дескать, если эти книжные корешки отодвинуть, то открывался вход в какое-то тайное помещение дома Диккенса. Это вот только один из примеров. И у Диккенса полно таких описаний в романах. Просто мы читаем, мы же не на это внимание обращаем. Что такое собственно эти лжебиблиотеки в таком технически прикладном виде? Это так называемый стиль фальшбук, который, как я сказала, расцветает в викторианской Англии. И это какие-то несуществующие книги, точнее, они могли быть раньше, но они утратили. свое какое-то исходное предназначение, их уже никто не читает, корешки просто отдирают, приклеивают на картон, на плотную ткань или на деревянное полотно, и потом укрепляют с обратной стороны стекла книжного шкафа. То есть вот этот книжный шкаф сам по себе настоящий, но книги в нем являются фейками, являются муляжами. Могли быть даже и не под стеклом, то есть вот вам, пожалуйста, прикроватная тумбочка уже рубежа веков, и тут просто кажется, настоящие книги прям такое хочется вытащить за корешок, но это все муляжи. Кстати, кто был пожаднее, победнее, они не утруждали себя какими-то заказами в мастерских, они шли на рынок, покупали книги на вес, потом сами отдирали эти самые несчастные корешки, делали себе лжебиблиотеку. Вот еще примеры разные, то есть это разные элементы мебели, это разный дизайн, и опять же все завязано технологии, не просто рассвет, это взрыв мебельного дела, это новые породы древесины, ценные породы, это новые технологии создания мебели, вот в эту эпоху входят такие вертушки, сделанные по специальной технологии, и в чем аттракцион заключается, настоящие книги перемежаются муляжами, и вот какую книгу вытащит гость-посетитель, или на какую книгу он обратит внимание, и опять же как он отреагирует, какая будет реакция с его стороны, это была такая тоже интеллектуальная игра, развлечение для состоятельных и образованных англичан. Движемся дальше. А вот это, то, с чем я хотела вас познакомить, это жемчужина моей коллекции, она есть в книге, но я не могу ее обойти вниманием, это знаете, когда вот такой книголюб и библиофил, как я, что-то обнаруживает в живописи, в музейном каталоге, он делает вот так, вот так вот подпрыгивает, его трясет, он просто начинает нарезать круги по квартире, у него дрожат руки, как будто он обрел какую-то ценнейшую находку, сокровище, то есть я просто обнаружила портрет какой-то там аристократической читы, потом я нашла, что есть даже целая монография, написана только об одной этой картине, то есть англичане вообще хорошо копают, они могут про одну картину написать монографию, так вот, и это целая история, портрет, супружеский портрет, такой вполне себе традиционный, но на чем они разыгрывают шахматную партию, они разыгрывают шахматную партию на доске, которая представляет собой два фолианта, и это совершенно уникальная находка, больше таких находок не находила, а смысл в чем, что Фрэнсис Коттс, художник второго ряда, очень хотел превзойти своего знаменитого современника Джошуа Рейнольдса, вот он спал и видел, чтобы только обскакать Рейнольдса и стать более успешным, ему страсть, как хотелось попасть в Королевскую академию живописи, и он создает просто портрет века, он не спит день и ночь и пишет, и пишет, и шикарно выписывает там ткани, драпировку, полированный блеск вот этого игорного стола, но нужна какая-то изюминка, надо сделать так, чтобы на выставке обязательно все смотрели только на эту картину, и он придумывает вот такой трюк, потому что это было очень модно в то время, я сейчас вам покажу, как это выглядело в натуральном виде, он изображает доску в виде двух сдвоенных фолиантов, и бинго, он привлекает к себе внимание самого короля, и не просто попадает в Королевскую академию, а через какое-то время он становится главой Королевской академии живописи, вот какова великая сила книг муляжей. Как это выглядело в реальности? Это была в какой-то момент повальная мода, ну, она, скажем так, появилась в 18 веке, но набирала обороты в 19 столетии, и вот чтобы вам было понятно, она не утратила своей актуальности и в 20 веке, и сейчас есть такие примеры, если вы начнете искать там подарок, допустим, шахматы в виде книги, пожалуйста, вам выпадет в интернет-поисковике подобного рода вещи. Вот такие вот артефакты, как 854 года, вы можете приобрести на аукционах, они до сих пор есть, и более того, они даже доступны к покупке, начиная от 30 евро, не так и дорого, как думаете, почему? А потому что было очень много, был избыток таких вещиц, таких изделий, все это было уже поставлено на поток, и соответственно, уже, в общем-то, цена была не столь высока, но также и не столь высока цена книг, а мы знаем, насколько они были дорогими прежде. И дальше плавно, вот такой я сделала переход, вот мы видим на картине что-то нарисованное, вот как это выглядело в реальности, это предмет, имитирующий книгу, это не муляж книги, а предмет, имитирующий книгу, и очередная глава моей книги как иллюзии. Современные англоязычные исследователи дали таким артефактом название блоки, ну, от английского словосочетания подобной книги. Блок – это любая имитация книги в обыденной вещи, то есть, это функциональный, как правило, предмет, то есть, это вовсе не обязательно декор, украшение, какое-то, да, это что-то, что можно использовать в быту, да, и в жизни, в реальной, но что-то, имитирующее книгу. Чуть менее распространены абсолютно синонимичные тождественные именования фейкбук и библиоморф, но они гораздо менее употребимы. Вот что могло быть блоком, что могло быть в виде книги? Карманные часы, очень много, кстати, таких часов было в 16 веке, и чуть более поздние образцы я две штуки видела в Эрмитаже, вот они там прямо в основной экспозиции сейчас представлены, можете видеть, примерно размером с ладонями, вот такие небольшие. подставка для перьев, да, если часы из металла корпус имеют, то подставка для перьев это уже керамика. Еще примеры, давайте такой интерактив, давайте погадаем, вот это вверху, что в виде книги? Но она не фарфор, это керамика, керамическая, из глины. Штовф нет, но тепло, вазы нет, сейчас такие вазы делаются, но тогда это, это где-то, сейчас скажу, это 17 век Голландия, если вам это что-то скажет. Нет, это такой особый, отдельный такой кластер артефактов, я их объединила. Да, это грелка для рук, посмотрите, как классно, долгими зимними вечерами человек согревается чтением книг у очага, правильно? А тут мы наливаем горячую водичку, вот это, да, в грелку, и греем руки, а книгу в прямом, буквальном смысле, это такое преобразование метафоры. И также, тут иногда ученые даже не различают, такие вещицы могли служить флягами, но, собственно, можно вместо воды налить какой-то алкогольный напиток, вот, и тем же успехом использовать. То есть, по технологии изготовления они мало отличались, иногда пишут, фляга или грелка, там, в каком-нибудь музейном каталоге, они изумительной красоты. Я у себя в блоге делала отдельную подборку находки вот этих вот грелок. А вот это что? Какой? Ну, такой маленький домашний органчик. У него даже было особое название библейский регаль. Но библейский не от слова библия, от слова библия, книга, библейский, то есть подобной книге. Вот это вот 19 век США, таких очень много экспонатов музея Метрополитен в США. Очень часто на обороте крышки изображили какую-нибудь евангельскую сцену и вот для такого камерного исполнения, именно в виде стопки фолианта. А вот это что, угадаете? Кто читал книгу или видел, по-моему, это есть в книге моей. Никто не угадает, что это? Нет, это не украшение, хотя похоже. Это из металла, и вот тут даже датировано 1829 год. Нет. Но это трудно угадать. Знаете, это что? Это монета. Это монета, выпущенная там по случаю коронации, и решено ее было сделать в виде раскрытой книги. Вот я помню, как по этому поводу клокотали искусствоведы, такие рафинированные, такие утонченные. Вот это вообще жуткий кич, хоть и 1829 год, безобразие, с бантиком, кому это может понравиться. Но это, в общем, был такой коллекционный вариант. Сейчас же есть коллекционные монеты. И вот сделали в виде книги. По-моему, очень даже оригинально по тем временам. Давайте дальше погадаем. Вот здесь вот я хочу обратить ваше внимание, друзья, что были даже специальные запатентованные образцы, когда уже такие изделия приобрели промышленный характер. Это уже 19 век, это уже даже, я бы сказала, 70-е годы. США. Изделия из металла. Есть версии, что это? Ну, близко к фляге, но не совсем фляга. Да, очень много действительно было связано с сухим законом, но это скорее к библиобарам. Это когда надо было спрятать спиртное где-либо, утаить от чужих посторонних глаз. Это связано с питанием, но это не фляга. Нет. Это специально запатентованная коробка, видите, у нее есть определенная конструкция для завтраков. По-нашему говоря, по-современному ланчбокс эту. Ну и могла быть такая разнообразная обложка с разными там принтами, словами и так далее. Но это вот именно такой ланчбокс в виде книги металлической. Идем дальше. Вот это что? Это конец XVIII века Франция. Да, это чернильница. Но, по-моему, это довольно понятно, видно. Но это именно муляж. Это не из настоящей книги сделаны, хотя именно имитация есть, как будто вот эта вот пустотелая книга якобы, да, там выдолбленный книжный блок. Нет, это муляж. А вот это что? Ответ в названии. Magic Book Light. Да, ночной фонарик для чтения. Это вот как дети читают там с фонариком под деялом, так и тут. Вот при каком-то плохом освещении, например, в поезде или, ну, в принципе, да, если темно вокруг, там приспичило почитать. Хотя, да, мне один раз сказали на одной лекции, что это фен. Ну, в принципе, похоже, в общем-то. Но как бы только странно, как его держать. Давайте еще погадаем. Вот это что сверху? Палатка. Это уже современно, это 21 век, это вот буквально то, что мы можем приобрести где-нибудь на Алиэкспресс. Ну, например, допустим, да. Палатка в виде книги. По-моему, дизайнерская придумка не самая ужасная. А вот это что? С виду обычная коробочка с инкрустациями в духе маркетри, да, какие-то там деревянные цветочки. Обычная коробка, но это не шкатулка, да, ну, или, скажем так, не просто шкатулка, это особый предмет. Что это? Нет, вот у меня в блоге, опять же, был отдельный пост, где много-много таких коробочек было. И такая была бурная полемика. Хотя, господи, ну, как это мы там такое видели с вами, а тут как-то коробчонка, несчастная. Но все очень оживились. Что это? Особый предмет. Ну, нет, ну, это слишком банально. Что это? Нет. Нет. Вот вы знаете, а на фестивале Красная площадь, видимо, после книжных туалетов, у меня угадали. Да, да. Знаете, что это? Это урна для праха. С ума сойти, это чума, да? С ума сойти. И вы знаете, что мне удалось выяснить, да, путем некоторых разысканий, что это была целая мода, ну, как бы мы сейчас сказали, некий тренд. Преобладал он в США, в определенных, причем, штатах изначально, где-то примерно с середины 19 века. Ну, разумеется, такие урны изготавливали на заказ, по индивидуальным заказам делали, да, и там могли быть, ну, самые разные, например, цитаты, могли быть какие-то там рисунки, какие-то графические элементы и так далее, и так далее. Потом эта мода распространилась уже по всей Европе, не только англоязычной Европе. И сейчас есть несколько фирм, которые предлагают огромное разнообразие таких изделий в виде настоящих изданий. Например, там, Моби Дик, или какой-нибудь там, не знаю, географический или ботанический атлас. Бывают даже такие вот урны для праха домашних животных в виде книги. Там, например, кошечка, фигурка кошечки, может быть, сверху. То есть это целый бизнес, да, который вот еще и так трансформируется. И опять-таки можно очень по-разному к этому относиться. Понятно, что в основе очередная метафора, символика чего? Человек пытается увековечить себя в книге, и тем самым он, собственно, достигает этого эффекта уже в загробной жизни, превращаясь в книгу в буквальном смысле этого слова. Я, например, знакома с писателями, которые хотели бы быть похороненными со своими произведениями, с экземплярами произведений. Вот, чтобы прямо в группу положили определенные там книги ими написанные. Почему нет? А дальше я уже плавно двигаюсь к концу рассказа, но все равно я вынуждена еще немножечко занять ваше внимание и очень бегло рассказать о том, что же происходит в конце 20-го и начало нашего с вами нынешнего столетия. То, что вы видите на слайде, это, друзья, тоже книги. Это настоящие книги, самые настоящие книги, которые знаменитый перфумансист и художник Гитер Рот еще, между прочим, в 1967 году, в 1967 году, достаточно давно, превратил в колбасу. Причем в колбасу, изготовленную по самому настоящему рецепту, добавив туда жиры, соль, какие-то специи, но вместо мяса бумажная масса. Сделал он отдельную колбаску, ему показалось мало, и он превратил все 20 томов сочинений философа Фридриха Гегеля в 20 колбасок. И вот вне контекста нашей с вами лекции, то есть просто обнулить наш разговор и просто показать вам эти слайды. Вы скажете, ну колбаса, колбаса, что особого? А когда нам говорят, что это было книгами, все ах, ох, и вот оно, концептуальное искусство. Ну и, конечно, кто-то негодует и брыжет слюной, кто-то презрительно пожимает плечами, а кто-то фонтанирует восторгом. То есть вот такие вещи тоже провоцируют какую-то эмоциональную реакцию зрителя. Собственно, на это нацелено любое такое провокативное искусство. И, собственно говоря, именно Дитер Ротт, ну там еще ряд некоторых других мастеров, я об этом подробно рассказываю в книге, заложили основы того, что сейчас получило обобщенное название альтербукинг. Это использование книгопечатной продукции, то есть экземпляров печатных изданий, ну не рукописных, печатных изданий, как материала для какой-то творческой переработки. Это как раз то, что в подзаголовке книги обозначено как арт-объекты. Арт-объекты на основе готовых, реальных, изданных экземпляров. И, собственно, альтербуком называют любую измененную, трансформированную, преобразованную книгу. Возникает вопрос, это десакрализация, вот как раз полная уже утрата культа, и это уже некий шаг к кризису, к кризису книжной культуры в ее традиционном изводе. Это профанация, и есть такая точка зрения, что это небрежное, неуважительное, вандальное отношение к книге, ее уничтожение, или это неосакрализация, это формирование нового культа в декорациях постмодерна и метамодерна, то есть в ту эпоху, в которую мы живем с вами сейчас. И, разумеется, каждый ответит на этот вопрос по-своему. Я отвечаю на этот вопрос в книге, и, кстати, у некоторых это уже вызывает раздражение, потому что, дескать, люди думают, ну пускай будут классные картинки и фотки, зачем еще какие-то эмоции автора. Ну, ладно, всем не угодишь, и, в общем-то, я не пирожок, чтобы всем быть приятной, поэтому посмотрим, что, собственно, собой представляют основные практики альтербукинга. Самый популярный вид альтербукинга – это буккарвинг. Есть резьба по дереву, по кости, по камню, а есть резьба по книгам. Резьба по книгам, то есть с помощью ювелирных и медицинских инструментов, диссекторов, скальпелей и так далее, даже иногда микроскопы используются для таких вот очень тонких работ. Книги превращаются в нечто сложноописуемое, то есть описать, что мы видим, словами очень трудно. По-другому они называются книжные скульптуры. Все английские эквиваленты на слайдах вы можете посмотреть. Практики бесконечно разнообразны. Вот один из мастеров английский, он делает, например, насекомых, оружие и вот такие так называемые невообразимые фигуры из книг. Вот он делает из настоящих книг такие вещи. Вот это тоже буккарвинг, но совершенно другого рода, когда иллюстрация, например, к Алисе, безумное чаепитие, шляпника, сделана, собственно, из страниц этой же самой книги, этого же самого экземпляра. Еще примеры. Вот это та самая британика. Англичане очень любят британику. Там швабра уже была, тоже буккарвинг. А вот это, извините, уже такое горное плато из нескольких томов британики. И вишенка на этом торте. Брайан Дэтмер – это американский мастер немецкого происхождения. Вот он получил прозвище книжный хирург, считается таким признанным корифеем буккарвинга. Такие очень уникальные в своем роде, совершенно верные, исполненные изделия. Вот это уже непонятно что. Это не буккарвинг, потому что к нему примыкает масса практик, к которым нет даже каких-то определенных названий. Но поверьте мне на слово, все это тоже когда-то было книгами. Их вываривали, вымачивали, погружали в специальные растворы, спрессовывали, раскрашивали, разрезали на тончайшие полоски и нити, закрывали стеклянным колпаком. Сверху стеклянный колпак можно разглядеть. Это тоже было когда-то книгами. А сейчас стало арт-объектами. Следующая практика о ремонте. И ее абсолютно полный англоязычный эквивалент букфолдинг. Это уже не разрезание, а скручивание книг, складывание, скручивание страниц. Как я говорю, хотя бы не порезали. Но предметом искусства или творчества здесь является мокап. То есть схема, шаблон, с помощью которого можно получить вот такой вот эффект. Если разогнуть эти листы, то книга придет в свой первоначальный вид. Но только лишь иногда для прочности и эффекта подклеивают какие-то фрагменты, чтобы добиться прочности, устойчивости такого арт-объекта. Ну, вот еще как выглядит букфолдинг. Это могут быть какие-то трехмерные фигуры. Вот, например, летучая мышь, которая возникает на развороте. Может быть, нечто похожее на колье. Тут уже не складывание, а именно скручивание. В трубочке квиллинг такой присутствует. Но вот тоже это все аримота. Книжная картина. Значит, книгу порезали, потом что-то скрутили, а потом еще можно на ней порисовать. Можно рисовать на отдельных разворотах, можно рисовать на корешках и так далее. Можно сделать сначала какую-то инсталляцию, а потом ее расписать красками. Это еще одна практика, которая относится к альтербукингу. Библиообъекты. Это уже творчество посложнее. Здесь нужно очень много экземпляров книг. Здесь нужны рабочие руки в прямом смысле, потому что этого много, и это нуждается в определенной фиксации. Вот, пожалуйста, водопад из книг, который льется из окна старинного здания. Потом эту инсталляцию могут разобрать на составляющие, на грузовиках перевезти в другой город. Или вот, например, это в Австралии, в Мельбурге литература versus traffic. То есть с одной стороны мчатся автомобили, а по другой стороне улицы течет такой вот литературный поток, то есть раскрытые книги с приделанными к ними светодиодиками. Вот прохожие фотографируют эти книги. И апсайклинг. Вот альтербукинг – это все-таки то, что мы называем неким творчеством. Ну, может быть, кто-то назовет это искусством. Как говорится, каждый волен это сделать сам. То есть это нечто, не имеющее утилитарного какого-то смысла, нечто, использующееся как декор, как некий экспонат и так далее. Апсайклинг – это вот примерно то, что мы видели с вами жилетик и метро-епископа, которые, собственно, используются для дела. Да, если мы говорим о второй жизни старой вещи, то это коснулось и книг. Появилось понятие «трансформинг-бокс» – трансформированные, измененные, переработанные книги. Вот, пожалуйста, библиотека в Канаде, библиотечная вечеринка. И вся одноразовая посуда, скатерти, салфетки, стаканчики, какой-то декор изготовлен из экземпляров книг. Еще примеры. Мебель, которая делается полностью из книг, ну и какими-то дополнительными элементами служат там какие-то, может быть, металлические конструкции, опоры, клей, понятно, да, но основа книги. Ну, эта мебель, в общем, может использоваться именно как диван, стол и так далее. Еще примеры. Книжные клатчи, то есть это именно настоящий экземпляр настоящей книги, который превращен в дамскую сумочку для вечеринки. Или вот лондонская студия дизайна. Делают светильники, они вот горят, это видно, вот все перед вами. И книжные блоки здесь изъяты из переплета и служат плафонами для такой вот достаточно внушительной объемной люстры. Еще один мастер, Джерри Мимей, он додумался делать так называемую библиобижутерию. Он берет, вырезает какой-то определенный фрагмент книжного блока или иногда включает туда элементы обложки, очень плотно спрессовывается дальше все это сокровище, обрабатывается лаком и так далее. И получаем браслет, подвеску, кулон, серьги и так далее, чтобы никто не заподозрил в обмане. Пожалуйста, вот та книга, которая подверглась такой переработке. И то, что обычно тоже вызывает отклик, посуда, причем функциональная. В нее можно налить горячий чай, потому что это книжные страницы специальным образом обработанные, укрепленные, покрыты определенными составами, выдерживающими высокие температуры. Чашка с блюдцем, чайная пара, пожалуйста, для книголюбов. А вот в этих сапожках, ботиках можно вполне прогуляться, потому что у них такая резиновая прочная подошва, и о том, что это было когда-то книгой, напоминают только вот такие вот махрушки, завитушки, то, что вот нарезали ножницами из страниц. Вот эти ботики у меня тоже в блоге вызвали довольно большой резонанс, и как-то очень кипели почему-то, что ботики – это вот как-то там особый вид. Ну и уже заканчивая разговор именно о книге «Как иллюзии», я предлагаю вам, если вам это интересно, можно пойти по QR-коду. Этот QR-код ведет на сайт издательства Альпина. Там абсолютно бесплатно можно прочитать и скачать оглавление, предисловия, знакомительные фрагменты к этой книге и посмотреть, нужна она вам или не нужна для приобретения. И дальше я кратко представлю гжантологию, которую я тоже сделала, как я говорю, в пандан к книге «Как иллюзии». Ну, не одними же муляжами жив человек, и надо вернуть какой-то статус подлинности книги. И поэтому я очень долгое время собирала стихотворения о книгах, читателях и библиотеках. И, естественно, в поле зрения попали авторы, начиная с конца XVIII столетия. Ну, просто до этого какие-то были тексты, но они трудно воспринимаются современным читателям, ну и, конечно, не будут интересны. И по где-то там 30-40-е годы XX столетия дальше просто уже есть ограничения по копирайту определенные. Что входит в эту антологию? Очень кратко. Во-первых, это 237 текстов, 118 русскоязычных авторов. Там несколько глав, всего 10. Первая глава посвящена образу библиотек в поэтических произведениях. Вторая глава посвящена, собственно, значению, пользе, роли, цели, чтения, как об этом рассуждают наши лирики. Третья часть посвящена образам читателей, да, самые разнообразные читатели. Трагические, комические, нелепые, страшные, какие угодно возникают на страницах поэтических текстов. Дальше. Очень, мне кажется, такая приятная глава о чтении как воспоминаний и ностальгии. То есть чтение как такая мемориальная практика, как нечто такое медитативное, эллигическое, раздумчивое, что позволяет перенестись в какие-то иные миры и в другие какие-то временные промежутки. Витхий и Новый завет в русской лирике. Но без этого вообще никуда нельзя. И много текстов посвящено этой проблематике. Отдельная глава антологии. Дальше. Легенда о легендарной глубиной книге. Тут несколько текстов, но они, так сказать, подобраны с душой. То есть приходилось их довольно долго разыскивать. И сразу скажу, что среди этих всех стихов есть как знаменитые хрестоматийные, ну там я не знаю, что-то из Евгения Онегина, например, да, извлечения. А есть абсолютно уникальные, которые, например, публиковались в дореволюционной периодике, ну предположим, там где-нибудь в 19 веке. А дальше их никто не переиздавал, и они были забыты. И вот мне показалось важным вернуть голос этим текстам и дать им обрести новую жизнь. Отдельная, такая моя любимая, наверное, глава в этой антологии это читательские грезы, фантазии и сны, облеченные в поэтическую форму. А также отдельная глава посвящена книжной торговле. Тут текстов немного, но, в общем, они тоже были в каком-то количестве мной обнаружены. Обязательно читатели в диалоге с авторами и персонажами, то есть именно писатели, и прозаики, и поэты каким-то образом диалогизируют, беседуют, размышляют на пару со своими потенциальными реальными читателями. И завершает эту антологию раздел глава о юных читателях, о тех, кто в будущем, возможно, создаст следующий том антологии или напишет еще какую-нибудь книгу о книжной культуре. Вот на них вся надежда. Эта книга тоже иллюстрирована. Она иллюстрирована произведениями русской живописи, репродукциями. И я подбирала обязательно иллюстрацию по тексту. Либо чтобы это отражало содержание, либо чтобы это как-то было созвучно образу, представленному в стихотворении, или по принципу какой-то ассоциации. К сожалению, нам пока не удалось сделать эту книгу цветной, а только лишь черно-белой и очень малым тиражом. И поэтому сейчас я буду вести переговоры о переуступке прав и просто издании уже, может быть, в каком-то ином формате этой антологии. И завершая свой рассказ, я предлагаю вам посмотреть мой просветительский проект, который я веду уже более пяти лет, и который даже в 2021 году получил премию «Блокпост» в номинации «Лучший книжный блог в запрещенной сети нельзя грамм». И сейчас я его продолжаю, развиваю в Телеграме, ВКонтакте. По коду вы можете посмотреть. Это просто ссылка, которая ведет напрямую в мой блог. Она, точнее не она, а он, блог называется «Фата Либрис». По латыни «Судьба книг», но многие думают, что это мое имя. И пишут мне «Дорогая Фата, поздравляем тебя с Новым годом». Ну и тут я, конечно, рассказываю не только о муляжах или каких-то экзотических артефактах. Я рассказываю о самых разных проявлениях, репрезентациях книги. И в скульптуре, и в графике, и в произведениях новейшего искусства. И так далее, и так далее. То есть очень много тем и очень много сюжетов. Ну и, по-моему, я уже дошла до конца. Сейчас оставлю ссылку. Если потом вы захотите, я даже могу прочесть несколько стихотворений из этой антологии, хотя я такой чтец, неважнецкий. Но я думаю, что давайте, наверное, начнем с ответов на ваши вопросы. И я с радостью готова с вами побеседовать. Пожалуйста. Есть второй микрофон? Да я думаю, можно, да, если есть второй микрофон. Ну, мое отношение вообще, как говорится, красной нитью проходит через все мои публикации. Я активный противник. Вот буккарвинга, ну вообще альтербукинга в целом. Но я всегда говорю о том, что должны быть разные точки зрения, должен быть диалог. То есть я приветствую, поощряю и стимулирую обсуждение, полемику. То есть у меня есть и рьяные сторонники, и рьяные противники, антагонисты и оппоненты. И мы всегда в таком напряженном и тесном острополемичном диалоге. То есть из блога за какое-то альтернативное мнение ни в коем случае не выгоняю, никого там, да, не отправляю в бан и не подвергаю строкизму, а просто с радостью и благодарностью выслушиваю мнение, да, и к этому мнению присоединяются или, наоборот, не присоединяются другие подписчики. То есть это все диалог. Мне странно другое. Почему я, как и человек, который это отвергает, лично изучает, а те, кто это приветствует, обожает и считает нужным, не изучает? Вот это для меня большая загадка. Я нашел микрофон, могу его передавать, но спрошу. В Лукасе Кранахе книга «В животе беса», искушающего Адама и Еву на исход из рая, благодаря срыванию плода, лежит рядом с игральными костями. Мне кажется, у художника там раскрыта книга как элемент искушения, как плод разворота. Я абсолютно разделяю вашу точку зрения. Я точно так же интерпретирую этот сюжет. Ну, по крайней мере, пока я еще не нашла чего-то другого и более глубокого и правильного. Я думаю, да, вот именно игральные кости – это ключ к пониманию образа книги на этом полотне. Здорово, что вы заметили. И второй вопрос сразу, чтобы потом уже не возвращаться. Я не успел посмотреть. Перед пестрой книжной полкой рассматривались только русские произведения? Да, там только российские авторы. То есть, главное европейское, в моем понимании, такое стихотворение, поклонение книге Вислово-Шимборской, нет худшего разврата, чем мышление, туда не могло попасть. А вообще, вот есть идея рассмотреть и западные аналоги? Я очень не люблю переводы. Да, и я не приветствую вот такого рода переводы поэзии. Я их приветствую как специалист, но мне они не близки. И я смутно понимаю, как можно это и по копирайту оформить зачастую. Это как бы проблема такая уже, ну, инсайдерская, можно сказать. И второе, все-таки это все равно будут переводы, и оригинал будет во многом утрачен или искажен. Вот, поэтому все-таки русскоязычный. И по прагматическим причинам, и по таким уже вкусовым, эстетическим. Юлия Санна, скажите, пожалуйста, как вы, как ученый, занимающийся книгой, как вы видите будущее бумажной книги? Я будущее бумажной книги вижу распрекрасным. И вот когда говорят, книга умирает, ее вытесняет аудиоформат, ее вытесняет электронный носитель, я считаю, что никаким образом они не конкурируют. Они существуют в едином смысловом поле, понятийном поле, культурном поле. И каждый выбирает книгу по своему вкусу или сообразно каким-то задачам. То есть, предположим, я читаю художественную литературу только в бумаге. Ну, просто я так привыкла, мне это удобнее, мне это больше нравится, и я люблю тактильный контакт с книгой. Какую-то прикладную профессиональную литературу я читаю в электронном формате, и я могу работать, допустим, с PDF-файлом и каким-то образом его цитировать и так далее. Я не аудиал, и я не слушаю аудиокниги, хотя, я должна сказать, что книга «Как иллюзия» недавно вышла в аудиоформате. Она доступна для скачивания на литрейсе, как и электронная версия. Чтец, далее Муртазова. Я сама выбирала чтеца, сама выбирала музыкальное оформление и бесконечно признательна своим издателям, что они пошли на этот эксперимент. Единственное, я становлюсь в тупик, когда мне задают вопрос, а как можно такую книгу начитать, там же картинки. Вот это я не знаю, как, насколько она теряет в своем качестве восприятие. Тут мне сложно сказать, но издатели были неумолимы, и они настояли на том, чтобы эта книга увидела свет также и в аудиоформате. О чем я говорю? Да, что вот эта книга, даже на примере своей, хоть и нескромно, наверное, говорить здесь о себе, но вот эта книга, она есть в трех форматах, и каждый волен выбирать, в каком виде ее читать или не читать. Так и бумажная книга, она никуда не денется, она будет выходить, она будет жить, ее будут покупать. Но просто покупать будем определенные книги, например, определенным образом изданные или для определенных целей предназначенные. Если вкратце. Здравствуйте, меня зовут Плюхина Диана, я представитель редакции Фонда Золотого Сечения, и я хочу задать вопрос, который не столько связан с темой вашей лекции, сколько с образованием. В этом году в демо-версии кодификатора ЕГЭ по литературе убрали произведения таких великих авторов, как Пушкин, Лермонтов, Гоголь. Каково ваше отношение к этому вопросу? Правильное ли это решение со стороны Министерства образования? Ну, вы мне такие вопросы задаете. Правильно ли это решение со стороны Министерства? То есть предлагаете мне как бы полемизировать с самим Министерством? Это я, конечно, иронизирую. Но, во-первых, давайте уточним все-таки, как специалист, как преподаватель, имеющий отношение все-таки к этой практике, к этой процедуре, хоть и косвенно, но не убрали никуда Пушкина, но есть он. То есть кодификатор – это же еще не все, это не предел мечтаний. То есть все равно эти тексты представлены, они просто видоизменены. Как к этому относиться? Ну, это уже вопрос такой, знаете, для отдельной лекции, наверное. Как относиться к тем трансформациям, которые происходят в сфере образования? С чем связаны эти трансформации? Какова их подоплека? Каковы их грядущие и обозримые последствия? Но я считаю, что проблема не в ЕГЭ, а проблема в том, как преподается литература в школе. Проблема в отборе текстов для изучения. И вот здесь, конечно, поле непаханное, и работа в этом направлении ведется, и очень много полемики тоже. И вот в этом направлении, мне кажется, нужно действовать. А ЕГЭ – это же итог, это итоговая тестация. И там уже, в общем, все понятно. Вот как преподавалась литература, такой у нас будет итог на ЕГЭ. И такой у нас будет, в общем-то, отбор текстов. Поэтому я думаю, что реформировать, если уж вы говорите об этом, то, конечно, реформировать надо с низов, то есть уже с азов преподавания литературы в школе. Если вкратце, наверное. Ответил на ваш вопрос? Спасибо большое. Спасибо. Еще вопросы, пожалуйста. Люба, не стесняйтесь. Я хотела бы вернуться к книге как предмету. Я купила недавно двухтомник на развале. Ну, красоты необычайные. Просто шедевр издательского дела. Изданная в 70-е. Некто Брусницын. Очень красивая вещь. Но читать ее нельзя, невозможно. Там такая, нарратив такой. Вот советская. Совершенно нечитабельная. Никто никогда ее не дочитает. Я пробовала, честно. Вот что с этим делать? С этим вещь реал-библиотекарь и роман-библиотекарь. То есть читать нельзя, но книга обладает магическими свойствами. Но, вы знаете, я здесь тоже могу с прагматической стороны ответить. Если эта книга представляет собой ценность как полиграфический продукт, а в советское время, к счастью, была очень хорошая полиграфия. На определенном этапе. Не всегда. То есть какие-то поздние советские издания – это просто безобразие. Это кровь из глаз, как бы мы сейчас сказали, современным сленгом. Если это издание хорошее в полиграфическом смысле, то распорядиться можно по-разному. Его можно выставить на аукцион или представить как букинистическое издание и продать. Сейчас, кстати, очень хорошо продаются книги на вторичном рынке. Я сама этим занимаюсь. И могу сказать, что если раньше эти книги никто не брал, абсолютно никому они не были нужны, то сейчас я буквально еженедельно продаю кому-то какие-то книги. Начиная от советских учебников вузовских и заканчивая современной прозой. Люди покупают, потому что дорого платить за новую книгу или зачастую книги просто нет в розничной продаже. Закончился тираж, и книга не пересдавалась. Либо же просто очень тираж был изначально маленький. Поэтому эту книгу можно продать. Ее можно подарить музею, профильному музею. Ее можно отдать на какую-то выставку-экспозицию. Ее можно просто подарить коллекционеру. Тому человеку, которому она будет нужна, как уже арт-объект. Нет, не резать. Почему не резать? Почему не резать? Это можно и подробнее сейчас обсудить. Я очень подробно. У меня там отдельная глава, последняя. Прям подробно. Почему не резать для меня? Но вы можете быть другого мнения и совершенно спокойно это изложить. Давайте еще вопросы. Друзья, пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Алиса. Я тоже из редакции Фонда Золотого Сечения. Вы изучаете книги с разных сторон, изучаете их значения. И как вы относитесь к тому, что современные дети как-то теряют интерес к чтению? И как вы видите пути решения этой проблемы? Алиса, я бы так, наверное, на этот вопрос ответила. Кстати, вопрос очень хороший, злободневный и очень актуальный сейчас. Не дети теряют интерес к чтению, а родители теряют интерес к обучению детей качественному чтению. Вот все равно, и меня никто в этом не переубедит, потому что перед глазами десятки и сотни примеров. В общем-то, какая культура чтения или отсутствия таковой в семье, так же, собственно, формируется. Ребенок. Опять-таки, ребенок может слушать и аудиоформат, ребенок может слушать и аудиоспектакль даже, пожалуйста, без проблем. Это все доступно. Ребенок может уже в более старшем возрасте, уже обладая навыками чтения, на электронном носителе читать. Это вообще не проблема. Но он должен читать. Если же ребенок не видит своего родителя с книгой, то с чего он будет читать? Какова у него будет мотивация? Просто не будет. А когда родители приходят, очень часто и жалуются. У меня нет времени, я занят. Я говорю, ну хорошо, в СССР. Понятно, что мы не были самой читающей страной, как бы там мы это ни позиционировали, и есть определенные замеры и данные исследований, но все равно мы были очень читающей страной. При этом у многих не было даже элементарного холодильника, приходилось готовить еду ежедневно. Не было стиральных машин, памперсов и прочих благ современной цивилизации, и люди читали. Плюс, конечно, книга была вне конкуренции, а сейчас у книги масса конкурентов в виде кино, компьютерных игр и прочих множественных развлечений. И если родители смогут выстроить определенные иерархии и показать прелесть чтения наряду с, например, просмотром кино и играми, то это будет замечательно. У меня в продолжение вопрос, вот Алиса, к вам как к исследователю, как к доктору педагогических наук, как к ученому. А в чем, собственно, преимущество, что получает ребенок, если он читает книгу, вот бумажный вариант? Ну, вы знаете, я, наверное, сейчас так вот пафосно отвечу, очень кондовый даже по-советски, но он получает, собственно, все. То есть можно его даже не нагружать какими-то развивающими, ну, какими-то дополнительными вещами, ну, там, за редким исключением, если мы говорим о тактильности, о развитии каких-то осязательных рецепторов. Но, собственно, книга ему дает кругозор, она им дает знания, она им дает свободу, свободу мышления, свободу выбора своей судьбы. А люди, которые не читают, всегда будут под властью тех людей, которые читают. Тут не моя, естественно, цитата, это я не помню чья, но какого-то очень известного авторитетного человека. Я абсолютно... Кого? А, может, даже Лихачева, да, возможно. Спасибо, да, что напомнили. Да, то есть, в общем, перефразирую еще раз, да, что те, кто читают, всегда будут повелевать теми, кто не читает. А, вы имеете в виду именно книгу на бумаге? А я не говорю, что ребенок, современный ребенок... А, я просто, возможно, извините, не поняла ваш вопрос. Вы считаете, что именно на бумаге? Ну, а я не настаиваю, что современные дети должны читать на бумаге. Вообще не настаиваю. Почему? Что? А, есть ли какое-то преимущество? Ну, трудно здесь говорить, потому что сейчас все-таки, во-первых, мир многозадачен, человек многозадачен. И слишком много разных сфер приложения знаний. Поэтому я думаю, в идеале хорошо бы ребенок овладел разными способами восприятия текста. Не только чтением бумажного текста. Потому что я не очень вижу разницу между электронным и бумажным, но разве что все-таки здоровье, сберегающий подход к обучению, когда все-таки чтение с экрана не так полезно для зрительных рецепторов, как чтение на бумаге. Но, с другой стороны, современные гаджеты настолько продвинутые, развитые, что они позволяют даже и эту проблему уже решать. Поэтому даже и это уже не совсем аргумент. Ответим на ваш вопрос? Здравствуйте. Я хотела спросить. У меня был вопрос изначально. Меня опередили про чтение современной молодежи. Мы уже ответили на него. Но я здесь с вами не согласна насчет того, что ребенок, если он будет видеть читающего родителя, то он вдруг станет из-за этого сам читать. То есть это совсем не так. То есть здесь проблема, мне кажется, гораздо глубже, чем читающий пример родителя. То есть есть много очень примеров, когда читающие родители, не читающие дети. И потом одно дело читать энциклопедию, а другое дело читать и понимать, воспринимать художественное произведение. Это разные, совершенно разные вещи. И именно чтение художественных произведений сейчас у современных детей хромает. Восприятие художественного произведения. Вопрос мой такой, что что же делать со всеми этими многочисленными книгами, которых мы можем увидеть. У нас в Екатеринбурге есть, например, не музей мусора. И там целые полки, многие, наверное, может были там, заполнены книгами. То есть эти книги не иллюстрированы, они уже в не очень хорошем состоянии. Как бы, ну вот на самом деле, что с ними делать? То есть есть библиотеки, ну скажем, которые заполнены вот этой вот литературой. Она, ну, не востребуется уже в таком виде и так далее. Что вот с ним делать? Их как бы жалко, конечно, выбрасывать, потому что есть некоторые произведения, которые уже, ну, как бы, они написаны. И если книга исчезнет, то исчезнет этот текст совсем. Он просто утратится. Поняла ваш вопрос. Мне кажется, их два, потому что вначале вы все-таки упомянули о детском чтении в продолжении разговора. Да, вы действительно верно повернули ход мысли. Конечно же, наличие читающих родителей – это не гарант того, что дети будут читать. Просто я считаю, что это главный фактор, но отнюдь не исчерпывающий. То есть родители – образец для подражания, пример для воспроизведения моделей поведения. Ну и дальше, естественно, родители должны формировать определенную мотивацию. Это труд, это очень тяжелый труд, тяжкий труд, потому что гораздо проще дать планшет, и ребенок замолкнет моментально, он прекратит отвлекать родителей и будет хотя бы там 20 минут незаметным. И это очень-очень большое искушение для любого родителя. А те, кто в поте лица приучает к чтению, выглядят в глазах других какими-то совершеннейшими монтодонтами. Говорят, ну зачем ты себя уродуешь, зачем ты портишь себе жизнь, ну дай ты ему планшет и освободи себе 20 минут. И всегда это качели выбора. И разумеется, я не осуждаю тех родителей, которые выбирают планшет. Это их выбор, и я не вправе осуждать. Но с другой стороны, в общем-то, мой путь все-таки это путь книги. А что касается утилизации, вот этот вопрос для меня лично гораздо более сложный и более неоднозначный. Очень трудно действительно в современном мире решить эту проблему. Мы ее обсуждали и с учеными-искусствоведами, и с библиотекарями, и с литературоведами, то есть совершенно с разных сторон. У нас, к сожалению, до сих пор не сформирована культура утилизации книг. Не сформирована. Хотя их наблюдается огромный переизбыток. Они по разным причинам не востребованы. Здесь можно самые разные версии выдвигать. Но на мой взгляд, все-таки здесь нужно максимально попытаться дать книге второй шанс. То есть для меня это три пути. Продать, подарить или просто отдать бесплатно кому-то. Не как подарок, а просто дать кому-то, кто в этом нуждается. И таким образом я свои книги пристроила. Большинство книг, но еще больше у меня остается невостребованных. Но моя совесть чиста, потому что я не несу ответственности за то, как дальше уже мой экземпляр будет использоваться тем, кому он перешел. Другой вопрос, что на мой взгляд гораздо честнее, и я в своей книге об этом рассуждаю, в конце концов сдать невостребованные книги на макулатуру. Потому что в конечном итоге при правильном использовании, при правильной утилизации из них сделают другие книги или какие-то полезные вещи. Но это хотя бы будет честно по отношению к первоисточнику. А просто выбросить книгу, вот это я считаю уже все-таки является проявлением неуважения к ней. Но опять-таки это открытый вопрос, который действительно требует более глубокого обсуждения. И уже не на каком-то частном, да, приватном уровне, а на уровне таком, общегосударственном, наверное. Еще, пожалуйста, вопросы. У меня такой вопрос, продолжая тему приобретения детей к чтению, хотела тоже рассказать. У нас была встреча с библиотекарями детских библиотек, и они очень остро ставят проблему того, что приходят дети с клиповым мышлением. Как противостоять такому феномену, как этого избежать, какие есть стратегии? Ну, вы знаете, вообще не клиповое мышление, а клиповое сознание. Мышление скорее пиксельное. Вот об этом, кстати, пишет замечательный русский философ Федор Гиренок. Вот просто он настолько доступно, понятно, непосвященному философии человека об этом рассуждает, что вот просто всем рекомендую, кто этой темой увлечен, заинтересован. Вот, то есть восприятие пиксельное, то есть вот такое вот фрагментарное, дискретное, это действительно правда. Но, в общем-то, ведь на самом деле, если подумать глубже, это не противоречит овладению читательскими навыками. То есть просто это идет в каких-то параллельных, что ли, плоскостях, это как бы некие этапы развития. И я думаю, что, в общем, все это можно вполне уравновесить, гармонизировать и увязать друг с другом, да, вот оба эти процесса. Просто ведь клиповость, она же тоже может быть поставлена на службу обретению знаний, образованию и так далее. То есть главное выбрать формат. И вот здесь, кстати, дорогие друзья, я обращаю ваше внимание на новые форматы бумажных книг. Потому что мы все время электронные, электронные там, то, и все. Да, но ведь на самом деле бумажные книги, например, так называемые книги с расширенным контентом, так называемые интерактивные книги, в которых текстовые блоки с разного рода информацией на одном развороте размещаются. Вот, пожалуйста, это же как раз содружество пиксельности, клиповости и традиционного какого-то текста. И я вот как раз больше во времени библиоскопов выстраиваю целую иерархию и составляю такую классификацию. В мире бумажных книг сколько новшеств, сколько вообще полей, даже не полей, а полей непаханных, и сколько возможностей для родителей, воспитателей, педагогов показать вот этот книжный мир ребенку. Вот я жалею о том, что моей дочери уже 24 года, и если бы раньше я застала тот период вот этого книжного изобилия, думаю, да, вот я бы и это купила, и это бы мы прочитали, и вот это как было бы здорово. А сейчас уже я завидую тем, у кого есть маленькие дети, ну или там дети-подростки, которые, в общем, еще застанут вот эти все форматы и смогут как бы полноценно с ними позаниматься. Еще какие вопросы, да, пожалуйста. Спасибо вам за увлекательнейшую лекцию. Я вас хочу спросить, как автора книг и автора блога. Многие, наверное, думают, что интернет-формат и книги – это, ну, какие-то полярные, что ли, даже вещи не очень совместимые. Как интересно преподнести материал о книгах для широкой аудитории? Это ведь очень широкая тема. Огромное спасибо вам за этот вопрос. Вот действительно у нас, и это, кстати, во многом благодаря литературной критике сложилось такое вот противоречивое или даже, ну, антагонистическое мнение, что, дескать, интернет – это что-то такое более низовое, это что-то такое чуть ли не маргинальное. Вот, ну, я это от коллег периодически слышу, это такой снобизм. Вот наш академический научный снобизм. Вот книга – это, значит, памятник достойный пьедестала, да, а интернет – это какая-то мусорная, да, это, ну, помойка и мусор. Нет, вы знаете, в общем, сейчас, конечно, та же самая литературная критика переходит в интернет-формат. То есть сейчас фактически вот эта академическая критика становится книжным блогерством. Среди книжных блогеров очень много высочайшего уровня профессионалов. То есть это те же филологи, или там, я не знаю, студенты-филологи, или уже дипломированные филологи, культурологи, искусствоведы и так далее, и так далее, или даже люди с совершенно непрофильным образованием, но с хорошей речью, качественным мышлением и умением читать, и, главное, интересно о книгах рассказывать. Есть совершенно замечательные блогеры и на YouTube каналах, ведущие YouTube каналах, извините, и ведущие каких-то текстовых блогов, и гибридных блогов, и в Телеграме, и ВКонтакте, и в других социальных сетях. И это просто замечательно. Я всецело это приветствую, поощряю, я контактирую с книжными блогерами и вижу действительно прекрасный уровень. И больше всего меня впечатляет, как классно, здорово, увлекательно они могут поведать о новинках, или, например, как неожиданно они могут показать, интерпретировать литературную классику, насколько даже разным может быть возраст. Кто-то ведет блог для школьников, даже есть школьники, которые ведут для школьников. Вы представляете, у нас есть такие дети. Просто не нужно думать, что у нас все дети такие тупые, и те, кто зависает только в гаджетах. Это неправильно. У нас есть замечательные дети, которые ведут блоги, в том числе о книгах. И есть блогеры, например, те, кто для профессионалов создает какой-то контент. Это замечательно. И я думаю, что за этим будущее как раз-таки вот этого публичного дискурса, диалога о книжной культуре. Так что огромное спасибо за этот вопрос. Я ответила на него? Я правильно его поняла? Вы понимаете, я же не книжный блогер. Точнее, я не литературный блогер. И мой блог о книгах – это условное название. Блог о книгах. Но я рассказываю о них не с точки зрения содержания. То есть я рассказываю все-таки о книге как каком-то объекте изобразительного искусства, как артефакте культуры, как каком-то кластере каких-то там творческих практик. Поэтому тут скорее я вам раскрою секрет. Я пользуюсь советами литературных блогеров для развития своего блога. Именно какими-то инструментами, опциями, советами. Я посещаю какие-то семинары. Я участвую в каких-то обсуждениях и дискуссиях. Так что все наоборот. Это я учусь, а не меня учат. Все наоборот. Пожалуйста, вот вы хотели еще вопрос задать. Нет, подождите, вот сейчас вот хотел просто по очереди. Давайте, я уже запомнила. Давайте еще-таки в микрофон. Поведливо обратили внимание на то, что в сегодняшней книге нужна соответствующая подача. И вот в вашей книге «Время библиоскопов» Вами такой прием подачи материала. Современный материал и старинный иллюстративный ряд. И в вашей книге указан автор обложки, но не указан, кто делал дизайн всей книги. Я просто из-за этого объявления не расслышала. Автор обложки, да, же фратори. Автор обложки обозначен. А кто давал вашему тексту иллюстративный аккомпанемент? А, я вас поняла. Вы знаете, да, это такой мой ход, мой прием в книге «Время библиоскопов», когда я рассказываю о реалиях современного мира, но заведомо, намеренно иллюстрирую все это произведениями далекого прошлого. Но в основном это гравюры, потому что изначально издание планировалось как черно-белое, ну или какие-то рисунки, там, например, какие-то, там, карандашные или еще какие-то. И это сделано намеренно, чтобы столкнуть, как бы, эпохи, чтобы показать, что, в общем-то, во-первых, все новое – это хорошо забытое старое, или, например, что сейчас что-то возвращается и переосмысляется уже на новом этапе. То есть это был намеренный прием. А обложка этой книги, вот она, кстати, да, это великий, один из великих типографов, Жифроа Тари, это автор трактата «Цветущий лук», и вот отсюда взяты вот эти человекоподобные буквы, тем самым я хочу показать, что книга человекоподобна, книга антропоморфна, то есть книга – это, в общем, определенным образом живое существо, и даже не совсем метафорически. Вот просто Тари настаивал на том, что любая буква латиницы, да, она все время апеллирует к какому-то органу или части тела и определенным образом увязана с человеческими пропорциями. И для меня это, кстати, жесточайший и весомейший аргумент для того, что книгу нельзя резать. Мы же не режем людей, и книги резать нельзя. Но это такой лобовой аргумент, я понимаю, он прекраснодушный, его можно раскритиковать, его можно разбить в пух и прах, но для меня это так. Резать книги – это все равно, что вот тело увечить. Давайте тогда последний вопрос юной девушке дадим. В вопросе о ЕГЭ по литературе вы сказали о том, что дело в самих принципах обучения. Могли бы ли вы дать какие-то 2-3 совета о том, как нужно преподавать литературу? Знаете, я, к сожалению, вряд ли вам дам какие-то советы, потому что я никогда за все 25, наверное, лет своей педагогической карьеры ни разу, ни одного дня не преподавала литературу, вот как учитель или как преподаватель вуза. Поэтому не мне давать советы, и здесь я, пожалуй, сама послушаю советы профессионалов, то есть тех, кто в этом разбирается лучше меня. И я не по образованию литературовед, не по призванию. Одно время я занималась литературоведением, литературной критикой, но очень быстро к этому остыла, и сейчас я уже занимаюсь другими вещами. Так что я думаю, что этот вопрос, может быть, стоит задать практикующим учителям, преподавателям, тем, кто, собственно, и занимается разработкой ЕГЭ. Вот, поэтому тут я тоже послушаю коллег. Вот, это не уход от ответа, это просто правда, я не преподаю литературу. А, так, а я и знала изначально, что неограничено. Давайте продолжим, почему нет, конечно. А вот, давайте, есть микрофон. Меня зовут Николай Константинов. Я вот, мне интересно просто, как человеку, учащемуся в школе, я хочу вас, как у эксперта в сфере написания текстов, спросить, вот, как вы относитесь к современным школьным учебникам, в частности, вот, те, которые пишутся в таком специфическом стиле, как новые учебники истории, например. Ну, я бы не сказала, что новые учебники истории пишутся в специфическом стиле, скорее, здесь речь идет об отборе фактов, если я правильно понимаю. И опять-таки, вопросы по учебникам истории к историкам, которые их пишут. Если говорить вообще о современных учебниках, ну, они довольно-таки традиционно, если мы говорим об учебниках русского языка, литературы, безусловно, они нуждаются в реформировании, они нуждаются в обновлении, должен быть новый актуальный материал, должны быть тексты понятны современным детям и подросткам, должны быть тексты интересны, должны быть тексты, апеллирующие к их опыту, к их увлечениям, к их хобби. Я исключительно за такой подход. Ну, а в преподавании литературы я бы, конечно, реформировала саму систему, да, и сам отбор текстов. Вот, предположим, проходить в седьмом классе Голи Тарас Бульба – это, значит, просто отбитие ученика интерес к изучению Гоголя. Ну, в большинстве случаев, если это не какой-то там суперодаренный ребенок с филологическим складом ума, вот, это очень сложно. Уж во всяком случае, если уж проходить Тараса Бульбу, но не в седьмом классе, вот скажем так, то есть все должно соответствовать возрасту, потребностям и возрастной психологии, в конце концов, да, и литература наша позволяет, огромный выбор открывает она по набору текстов, по содержанию, по проблематике и так далее. И это уже вот вопрос содержания и отбора дидактического материала. Ответила? Хорошо, спасибо большое за вопрос. Давайте еще вопросы. Пушкина проходить всегда, ну, просто смотря что, да, сказки Пушкина можно с рождения проходить, с нуля лет, вот, а потом уже двигаться в сторону приращения материала, потому что Пушкин как раз, почему, ну, во многом, не только, конечно, поэтому, но в целом, да, и в гении как раз в том и проявляется, что Пушкин воспринимается в любом возрасте, просто разные тексты, вот, ну, наверное, так я отвечу, скорее всего. Нет, сам по себе Тарас Бульб совершенно ничем не плохо, это гениальное, блистательное, талантливейшее произведение, но просто события, да, этой повести, которая происходит, разворачивается в 17 веке, они непонятны школьнику-семикласснику, который, во-первых, еще не овладел историей, у него по программе в этом году, в седьмом классе, у него нет знаний по истории, чтобы просто понять исторический, общекультурный контекст, у него нет психологического опыта, когда ему задают вопрос, а правильно ли поступил Тарас, убив своего сына, вот что должен ответить школьник, семиклассник, вот я затрудняюсь, например, вообразить себя на месте этого ученика, а если все-таки проходить это произведение, предположим, в 11 классе, я думаю, что будет совершенно другой эффект, поэтому все зависит от отбора и от конструирования программы, то есть именно в этом моя идея, поэтому вот, наверное, так, вкратце. Давайте еще вопросы. А, да, пожалуйста. У вас было много примеров из живописи разных эпох, а сегодня рисуют книги, как изменилось символическое наполнение, может быть, книги как образа сегодня, есть ли какие-то новые смыслы? Да, это очень хороший вопрос, как эта тема у меня в разработке, к большому сожалению, нельзя об этом написать очередную книгу, потому что здесь мы ограничены авторским правом, то есть мы не можем воспроизводить репродукции современных художников, ну вот, да, в издании, но я компенсирую это каким образом? Я рассказываю о современных художниках в блоге у себя, я собираю материал на будущее и показываю этот материал в лекциях, то есть у меня есть, например, отдельная лекция по образу книги в современной живописи, сейчас еще очень популярен так называемый цифровой натюрморт, то есть когда художник не рисует, допустим, набор предметов, композицию предметную, а ее моделирует, потом фотографирует, это отдельный такой жанр, например, и вот недавно я об этом тоже рассказывала, ну и так далее, есть новые имена, но, как правило, конечно, это европейские мастера, в России тоже есть художники, поэтому я совершенно бесплатно рекламирую их работы у себя в блоге, но для того, чтобы именно популяризировать это направление в творчестве, в общем, я считаю, что это такая, выражаясь модным словом, хорошая коллаборация. Спасибо за вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. Огромное спасибо за лекцию, невероятно много для себя открыла, поэтому буду читать вас, это очень интересно. Спасибо большое. Вопрос такой, вот что вы для себя читаете, что вам интересно из художественной литературы, с чем вы отдыхаете, вот помимо вот этой научной деятельности? Вот это для меня всегда такой вопрос, может быть, даже втайне желанный, но очень сложный, по этическим, профессиональным и прочим позициям, потому что назвать одного писателя значит забыть о другом, не упомянуть какого-то значимого писателя, поэтому я придумала, что на всех презентациях и лекциях я даю шаблонный, стандартный ответ на такой вопрос. Я даю ответ такой, читайте премиальные списки, то есть не важно, зарубежная литература, русская литература, у нас все-таки есть статусные значимые литературные премии, как то, большая книга, русский букер, недавно правда почивший в Бозе, но списки-то остались, да, потом какие еще, Ясная поляна, потом Лицей, это новая проза и национальный бестселлер. Ну туда не берут откровенно бросовую, некачественную, низкопробовую и бесталанную литературу. Разумеется, я прекрасно знаю эту кухню изнутри и могу очень много об этом поведать, и вас это явно не обрадует, но однозначно при всей ангажированности, при всей, так сказать, субъективности, предвзятости, там нет плохих, совсем плохих текстов. Кто там первую премию получит, это уже другой вопрос, да, но в целом, вот, пожалуй, таким образом я отвечу. Я, например, могу рекомендовать однозначно, вот среди новых, новых, это премия Лицей, которая пришла на смену премии дебют, и там есть очень достойные тексты, я стала прицельно и меня интересоваться, когда пришла издаваться в Альпину со своей книгой, да, и там целый пул авторов, причем очень молодых, многим, мне это 30, то есть для писателя это не возраст, и они уже получили не только всероссийское, но и внероссийское признание. Их переводят на другие языки, они выступают за рубежом, их изучают, и это действительно достойные тексты. Поэтому я отвечу так на мой вопрос, на ваш вопрос. Да. Здравствуйте. Вы сказали, что книге нужно давать второй шанс. Продавать, дарить или там как-то отдавать просто. А есть ли среди вашей коллекции книг такая книга, которую вы никогда и никому не отдадите, независимо от того, какой она уже стала, сколько ей лет. И второй вопрос в связи с этим, если она действительно так вам дорога, то почему вам нравится к ней возвращаться? Что вам это дает? Спасибо. Очень необычный и неожиданный вопрос. Ну, если опять же исходить из утилитарных, да, каких-то соображений, то, конечно, я никому не отдам во временное пользование книгу, представляющую, допустим, антикварную ценность. Ну, я думаю, что это разумно, да, а зачем я ее буду кому-то отдавать? Ну, только если в каких-то профессиональных целях или для реставрации. Это первый ответ. Что же касается уже книги как носители текста, да, то есть то содержание, которое мило и дорого моему сердцу. Ну, в основном, почему бы не дать такую книгу почитать кому-то, чтобы человек разделил со мной радость, чтобы он, может быть, обрел такую же любовь, как, да, какова есть у меня к этой книге. Почему нет? Я могу дать любую фактически книгу кому угодно. Ну, к тому же это всего лишь будет экземпляр. У меня очень много книг берут, не возвращают. Я покупаю новый экземпляр, любимые книги. Я ее опять даю, мне ее опять не возвращают. Я беру третий экземпляр. Вот, поэтому это процесс бесконечный. Вот, чтобы сказать, я не дам книгу, потому что она так мне дорога в каком-то таком интимном, личностном смысле, я, наверное, не могу. Хотя я могу сказать, что вот, да, мы говорим, книги меняют судьбу. И многие думают, тут какой-то прекраснодушный, романтика, какие-то там розовые мечты. Я считаю, что книги могут менять судьбу очень так заметно, даже, может быть, и кардинально. У меня есть одна книга, которая абсолютно полностью изменила мою судьбу, но я ее не назову. Вот это как раз секрет. Ну, такой очень просто личный секрет. И вот после прочтения этой книги моя жизнь повернулась абсолютно иначе. И более того, если бы я эту книгу не прочитала, я бы точно сейчас здесь не стояла перед вами, мы бы с вами не разговаривали. Вот, то есть такая книга существует. Вот. И хорошо это или плохо, я не могу сказать. Я могу сказать, что меня это сделало более счастливой и приблизило к каким-то высшим истинам. Но это некая объективная данность, которую лично мне пришлось признать. Вот. Спасибо. На этой ноте оптимистической, да? Нет больше вопросов? Хорошо. Если кто-то, может быть, хотел бы со мной поговорить лично, подойти, пожалуйста. Или кто-то принес книги на подпись. К сожалению, продажа книг не планировалась. Но если вы принесли свой экземпляр, я его с радостью подпишу. Огромное спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ